Добрый день, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангелов, с вами народный батюшка, мира и добра вам от Пресвятой Троицы. Огорчились, что не будет старцев. Некоторые так и написали, вы батюшки неправы, а я считаю, что их уже после отца Кирилла, после отца Наума, ну, вероятно, последний отец Ильи, хотя я не очень с этим согласен, их уже и нет. Те, кто вписывает в старца того же отца Дмитрия Смирнова, он проповедник, неплохой проповедник, я с этим соглашусь, но уж никак он в старца не попадает. Но даже они, когда я с отцом Наумом общался, с таким пиететом вспоминали о старцах прошлого, старцев Ахонских, старцах, ну, в общем, о старцах. У батюшки и в книгах, там у него есть даже книжечка, сейчас я вам покажу, Наума, вот такая о старчестве, я ее прочитал. Так вот, полное восхищение старчеством прошлым и практически ни одного упоминания о старчестве современном. То есть вот он, например, ни одного, ни отца Кирилла, никого не называет старцами, это мы их называли. Ну, в принципе, это так и есть, и это будет нескромно, ему себя старцем назвать там или еще что-то. Вот это, конечно, нескромно. Но поэтому не будет уж совсем, конечно, такого времени, что не будет каких-то, может быть, даже выдающихся в храмах служителей, в монастырях. Монахов или священников, которые будут хорошо вести своих прихожан туда, куда надо, поскольку на самом деле это единственная функция священника. И настоятель монастыря ведет в рай тех монахов, которые к нему пришли. Но если еще прихожане приходят, то он их ведет чаще всего в монастырь, то есть он отбирает из тех прихожан, кто же может в монастырь прийти. И они монастырем идут в Царствие Небесное. А прихожанской священник, он в Царствие Небесное ведет тех, кому Господь его послал. Ой, ну да, кому Господь его послал. Это Господь посылает прихожанам такого священника, такого проповедника. И если он сам соображает, куда идет, то он сам поймет, что без окружения, без стада, грубо говоря, ты не можешь в Царствие Небесное прийти. Ты придешь туда как священник, а вокруг никого нет. Это все равно, что пастух, которому дали стадо, вот шел, 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 с ним шел, а потом вернулся к хозяину один. И что хозяин скажет? Скажет, ты, 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 куда, дьявол, мое стадо? Как? Что же ты за пастырь? А пастырь это и есть пастух, это так и переводится, пастырь-пастух. Поэтому вот чем большее стадо отправит в Царствие Небесное, ну то есть научит перейти в Царствие Небесное священник, тем он, конечно, и сам будет почетней в Царствие Небесное. Мы же там разные места займем, кто в ангелах, кто в архангелах, кто вообще приближенный к Богу окажется в Детях Божьих. Вот это, вот эта разница и есть награда за то, что ты тут делал. И понятно, что действительно, кто говорит, что ой, священнику труднее в Царствие Небесное. А вы не представляете, как это трудно найти среди тех, кто приходит к тебе, действительно того, кто в Царствие Небесном может пригодиться, кто достоин Царствия Небесного. Через меня сколько прошло? Ну, сотни прошло, тысячи людей я и крестил, наверное, несколько даже тысяч, еще что-то. А я вам скажу, что вот так вот, конкретно понимая, кто же пригодился в Царствие Небесное, то есть кто успел приготовиться к нему, смогу назвать, ну, максимум полтора-два десятка, полтора-два десятка, потому что, ну, кто-то своей естественной смертью ушел и в этом состоянии, какое положено. Там та же Антонина Баландина на 102-м году жизни, например, умерла. Или матушка у меня в 96 лет умерла, вот я абсолютно уверен, что она в том была, в духе какой, в общем-то, и требовался. Там Татьяна Ишалаева, ну, вот так назову, ну, полтора-то десятка Шоникова Михаилу и супруга его. Так что, Катерина, так что, конечно, вот это все удручает, что у нас уходит потихонечку старцы, но у них-то была задача в свое время полноценность дать той информации, которая нужна человеку для совершенствования. Сейчас, естественно, мы имеем возможность и книги читать, и в интернет хотеть, и других слушать. Батюша там взял, мне постоянно скидывают какие-то, посмотрите этого, посмотрите этого. Вот, я вам честно скажу, я не смотрю никого, потому что мне достаточно того, что у меня есть. Но при этом я хочу вас, конечно, утешить, что никуда старчество в определенном виде не уйдет и не закончится. И больше того, я сейчас вам очень странные вещи расскажу. Кто-то скажет, что батюшка опять что-то куда-то загнул, и это сумасшествие. Ну, для меня нормально, если вы меня в очередной раз назовете сумасшедшим, потому что за 30 лет, которые я служу, меня столько раз называли, а потом приходило то, что, значит, пришло. Так вот, я вам скажу так, что следующим этапом старчества будет, давайте скажу так, компьютерное старчество. Вам будет это понятней, да? Вот, или старчество... Ну, вот искусственный интеллект, он не существует пока. И не знаю, сможет ли он когда-то существовать, потому что те суперкомпьютеры, которые сейчас уже делают какие-то элементы, похожие на мышление человека, они все равно не отображают сути мышления. И вот большие специалисты, это не я, это та же Черниговская там или тот же... Ну, в общем, все специалисты говорят, что не будет искусственного интеллекта практически никогда, поскольку повторить вот нос к человеку практически невозможно, его возможности. Но плюс у нас есть еще и общение с тем миром, да? Которое мы называем с вами рефлексией. А вот это ни один компьютер пока не может. Ну, считает, что квантовый мир – это тот, это не тот. Это все равно не тот мир. Так, на мой взгляд, пройдет какое-то время, и те компьютеры, которые сейчас существуют, внесут все данные всех мудрых людей от религии. Ну, например, заложат все книжки отца Наума. Они уже и так есть сейчас в цифровом варианте. Их же набор должны были делать. Они уже есть в этом цифровом варианте. Внесут все книжки Феофаана Затворника. И так далее, там подобные. Тех, кого можно, во-первых, по текстам внести, а кого-то внесут в этот суперкомпьютер, ну, скажем, его видео обработать. Вот мое видео, например, обработать. Или еще кого-то дадут этому суперкомпьютеру. И что получится? Если им задать задачу выбрать все вопросы из книг святых отцов, а Феофан Затворник, например, все книги свои так строит. Сам же задает вопрос, потом на него отвечает. Задает вопрос, на него отвечает. И так далее. Я тоже иногда, видите, от вашего имени задаю вопрос, а иногда от своего имени задаю ваш вопрос. Но потом прорабатываю. Вот, видите, у меня все подчеркнуто, расписано и так далее. Потому что я подчеркиваю вопрос, а потом отмечаю ответ на этот вопрос. Поскольку часть книги, она связующий материал. То есть процентов 60-70 этой книги, это, ну, можно так сказать, добавили красоты. Связали. Вопрос-ответ. Вот если бы захотели просто создать книгу Отца Наума, вопрос-ответ, выбрали бы все эти вопросы, которые вот в этой книге есть, и все ответы, она была бы вот такая. Ну, так вот, когда внесут это всё в компьютер, когда вот это всё обработают, и тогда нам смогут предложить через эти же системы умной колонки или через интернет пользоваться этими старцами на уровне общения. я думаю, подберут голоса, ну, отца Наума, чего голос не подобрать? Он есть в интернете. И вы прямо будете, скажем, хочу поговорить с отцом Наумом этой колонки, задавать такой задачи, и тебе голосом батюшки колонка ответит «Здравствуй, мой хороший! Как ты живёшь?» И ты будешь ему задавать вопросы так же, как мы ездили, задавали. А из этих текстов, которые, или из фильмов, которые, значит, есть у этих всех святых, будут выбраны ответы на эти вопросы. И будут обработаны для понимания, за сколько времени тебе дать ответ, склонны ли вы слушать длинные, или вам нужно коротко ответить. Там же компьютером вас изучают постоянно. Вам какие ролики предлагают чаще всего посмотреть? Ну, это легче всего понаблюдать в одноклассниках или в ВКонтакте, в Фейсбуке ещё. Там специально уже компьютером подбирают твои интересы. У меня вот постоянно все ролики какие-то, священники, какие-то старцы, какие-то монахи. Ну, в общем, такие вот. Уже всё, он меня просчитал, он мне уже не предлагает всякую ерунду. Вот. Ну, правда, если сходишь, посмотришь новый себе электросамокат, то после целый год будешь проэлектросамокат и всё получать. Это тоже такая тенденция. Так вот, всё высчитают. Какое время вы открыли? Какое состояние вашего организма? Я думаю, когда-то придёт, что палец приложишь, тебе скажут с утра твоё давление, сердцебиение, состав крови, и, в общем, твоё состояние, какое оно напряжённое, спокойное, в стрессе ты, в унынии. Опять же, в Японии это уже всё делается. А уже в зависимости от того, что вы хотите услышать или какие советы получить, будут вам предлагать те ответы, которые будут вас из этого состояния вынимать. То есть, из этого состояния выводить. И я думаю, что ценность святых отцов будет повышаться. Поскольку вот сейчас мы видим некий такой какой-то отход от христианства, отход от всего этого, куда вы, зачем вы куда-то ездите. Это такая, состав, можно так сказать, людей не очень высокого уровня развития. Ревность по тому, как у него отнимают стадо, как у него людей, от его внимания. А они же есть там, надо то в организации какую-то работу делать, то продажами заниматься там и всё остальное. А тут они куда-то поехали, они там с кем-то поговорить хотят. Зачем я главный начальник? Вот это. Но в конечном итоге мы с вами видим и прямо на высшем уровне видим, каждый день я от кого-то из руководителей страны слышу, что нужно воспитывать нравственность, нужно воспитывать патриотизм. Нужно воспитывать культуру, порядочность и всё остальное. И я вас уверяю, сейчас можно пойти двумя путями. Взять психологов, иностранных там, советских, российских психологов, всякую теорию школы и воспитания взять и всё остальное. И пойти этим путём воспитания нравственности и патриотизма. Но я вас уверяю, что они все в десять раз не буду точную цифру говорить, хуже, чем то, как учили этой нравственности и патриотизму и хорошему русскому языку, и правильному отношению к семье, к детям, к родине и так далее. Наши старцы, наши святые. И поэтому разговор через компьютерную колонку с любым из старцев, во-первых, это высота, грубо говоря, авторитета и доверия. Ты же поговорил не с кем попал, а всё-таки со старцем, а не с кем-то. А во-вторых, действительно в их материалах огромная мудрость. А вот мудрость, которая получена как раз в этой рефлексии, то есть с трансцендентального мира. И никто такой мудрости, кроме их, как говорится, собрать не мог и выложить не мог. Поэтому может быть мы... Да нет, я надеюсь, что мы ещё доживём, потому что то, что я вижу и рассказываю, ну это буквально 5-10 лет уже появились какие-то виртуальные часовни, какие-то там виртуальные священники или ещё что-то. Ну вот появятся виртуальные старцы, настоящие виртуальные старцы на материалах именно тех святых, которые сейчас нами почитаемы. и они будут иметь значение не только для верующих. Не только для верующих. Я видел, как эти старцы влияли на учёных, на артистов и так далее. Скажем, один приезд Жанны Бечевской к отцу на уму, при мне это было, я её туда привёл, полностью изменил её концертный репертуар, ну по крайней мере, который внешний, потому что на концертах она и старые песни иногда поёт, и полностью изменил поведение, вот это вот, пожалуйста. Вы можете сами найти, в каком году вдруг это произошло, а я, если бы помнил, ещё бы вам и день назвал, когда это произошло. Там ещё и другие есть такие же. Вот. Так что, дорогие мои, не печальтесь, не унывайте, покупайте книги, их сейчас полно, вот, их много. Если сами читать не можете, вы уже можете их запускать в читалке, озвучивающей голосом, вот, и подобрать какой-то голос, который вам читает, но пока даётся голоса только в нескольких вариантах, но, наверное, начнётся даже с этого, что вот в читалке вы сможете голосом того святого, который написал эту книгу, слушать эту книгу, и вам будет приятно. Вот такое моё мнение, так что не унывайте, всё хорошо, что есть, то и есть, нам Господь всё даёт во благо наше. Только правильно воспринимайте, что и трудности, и радости, и какие-то эти, они всё равно все во благо и движутся всё в лучшую сторону. Вот так. Так что здоровья всем, радости, аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok